Человек, ну допустим, увлекается, не важен чем, историей, историей искусства, биологией, химией, абсолютно два разных человека. Один очень хорошо владеет сетью и хорошо знает, что на любой вопрос, который у него может возникнуть, ну достаточно поглядь просто нажать клавишу, и тут же вся необходимая информация появится. И он рассуждается, ну и зачем мне грузить мозги, если все, что мне надо, есть в сети. А в сети держат информацию во много-много-много раз больше, чем может удержать наша память. Хорошо, второй человек тоже умеет работать на конвекторе, но делает иначе. Он все главные понятия держит вот здесь. Все главные определения, все главные взаимосвязи. И все главные взаимосвязи только в том случае, когда то или иное знание выходит за рамки того, что он усвоил, держит кого-то. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между этими двумя людьми? В чем пользуются? Ну а то, что второй человек, если у первого человека не будет нужной минуты сети, то он сможет? То он вообще ничего не сможет. Важное, но это самое простое и самое неинтересное отличие. То, что время занимает в большом, ну как раз, надо быть власть, а это... И да, это простое и неинтересное отличие. Скажите, чем хороший ученый отличается от никакого? Вот сейчас в нашем мире, не только в России, во всем мире, гигантское количество людей, которые считают себя учеными, Хотя, на самом деле, они никаким ученым. Скажите, пожалуйста, а думаете вы как? Не могу. Думаете вы, оперируя материалом, который у вас вот здесь, или оперируя материалом, который у вас там в коробке? А у вас здесь. Как же вы будете для себя строить гипотезу, выбирать интересное направление? Как вам будет приходить озарение, некоторое открытие, да? Ведь это все происходит вот здесь. Для этого материал должен быть именно здесь, а не вон там. Сеть — это отличный помощник. Но это поможет. Потому что думающая величина — это все-таки человек. Думающая, настоящая цель, определяющая задача. А ящик — это помощник нашей работы, только и все. Поэтому очень важно выделять для себя всегда. Ну вот, вы, вроде как освоили. Сами считаете, что некоторые темы освоили. Всегда вы себя выделите. Смотрите, что из этой темы осело в вашей памяти. Чем вы можете реально, самостоятельно пользоваться. А что вы, вроде, освоили, но для работы вам нужен костыль. Нужна информационная подкорка. Это просто разные уровни освоения интерьера. Хорошо. Ну и после этого введения, держите. Лиция начинает работать. Ради бога. Ради бога. Ну я бы рекомендовал сначала попробовать сделать без тетради. Ну а потом, если что-то не получается, давайте, как всегда, открывайте тетрадь. Посмотрим, насколько вы можете пользоваться своими задачами. Тоже важный навык. Умение воспользоваться своими конспектами.